Эту метрику представляем в виде, выделяем полный квадрат, где по 1,2 один формы. После этого мы вводим один форму связности. Она задается своими коэффициентами, которые получаются дифференцированием эти байки формы 1,2. Эти соотношения можно чуть-чуть более лаконично написать, а именно вот это равняется, это что такое? Это форма альфа умножить на внешний, на у2, правильно? А это получается аналогичный вывод, форма альфа умножить на у1, 1 к минус. Давайте я это здесь сохраню для себя, определяющее соотношение для формы альфа. Ну и наконец мы дифференцировали для альфа, и получается форма кривизны, которая с точностью до знака есть кривизна залоса умножить на форму площади. Анатарема говорит, что, во-первых, эта процедура не зависит от выбора, от выбора, от нормального репера, от выбора, как мы переведем в метрику, к сумме квадратов. И вообще говоря, она применима к произвольной метрике, не обязательно к той, которая произошла из трёхмерного пространства. Получается, что для любой метрики, метрики G, значит, величина K, корректно определена. Но, во-вторых, если поверхность лежит в р3, клонок совпадает с гауссовой кривизной. Ну давайте попасть по порядку и тебе ещё докажем. Во-первых, давайте сначала разберёмся с первой частью теоремы. Что произойдёт, если мы представим по-другому сумму квадратов? А как можно представить по-другому в виде сумму квадратов? А сколько у нас вообще есть произвол? Может, вы замножите на константы? Нет, неправда. Если вы замножите на константы, то боец перестанет быть артонармированным. Чтобы он остался так артонармирован, что с ним можно сделать? Нужно надо умножить артонармированным. Умножить артонармированное преобразование, то есть в данном случае поворот. Ну давайте возьмём какое-то другое представление. У один слоной плюс квадратик плюс два слоной в квадрате. Тогда у один слоной и два слоной получается из этого поворот. У один слоной равняется косинус какой-то угол Пси, которая зависит от точки У1 плюс синус Пси У2. И У двадцать слоной равняется минус синус Пси У1 плюс косинус Пси У2. Ну и действительно, если это возвести в квадрате, прибавишь вот это, возведённое в квадрате, то получится Торстады. Значит-то У1 с волной в квадрате плюс У2, с волной в квадрате равняется У1 плюс 2 в квадрате. И в полной площади тоже сохранится. У один с волной умножить на двор с волной равняется У1 умножить на внешнюю множественную 2. Ну это я не буду расписывать, но можете сейчас посмотреть внимательно и в уме проделать выглазку. Или, собственно, на листочке. Ну, правильно, если я умею умножить это на это, то что сохранится? У вас просто будет ИГБАТ. У один, ну, ИГБАТ образования, да. ИГБАТ. ИГБАТ. У один на У2 умножить кофе на квадрате. И ещё У2 на У1 минус У2 на У1 на синус квадрате. Ну, то же самое. Вот. Ну, давайте теперь посмотрим, как для нового отнормированного репера, как же будет выглядеть матрица связности. Давайте, в соответствии с этим определением, по вычислим, ДО1 стволной. Вот нужно дефиленцировать вот эту функцию. Напомню, что ПСИ, это функция, она дает угол поворота, дает точку. Это, значит, что у нас получается? Производная от косинуса минус синус ДСИ на У1 плюс косинус ПСИ ДО1, и еще плюс синус ПСИ на У2 и еще плюс синус ПСИ на ДО2. Ну, теперь смотрим. Вот отсюда и отсюда. Что мы, если мы вынесем? ДЭКСИ вынесем, то что получается? ДЭКСИ, а тут минус синус У1 плюс косинус У2. Минус синус У1 плюс косинус У2. Это умножить на У2, слава, правильно? Так, а вот, значит, ДО1 у нас известно АЛЬФА на У2, а ДО2 это минус АЛЬФА на У1, значит, получается плюс АЛЬФА, А здесь что у нас? Косинус СИ АЛЬФА на У2, конечно, может, минус синус СИ АЛЬФА на У1. Значит, то, что здесь стоит, опять получается это то же самое, тоже У2 с волной. СИ АЛЬФА внешнюю умножить на У2 с волной. Ну, и аналогично вычисляется ДО2 с волной, и она получится, вы аналогично вы проведете, получается минус АЛЬФА плюс ДПС внешнюю умножить на У1 с волной. Значит, какой вывод для нового основного базиса такая форма У2-сосвязанности получается? Если вы сравните эти две строчки вот с этими, вот с этими строчками, что это значит форма АЛЬФА плюс ДПС? Форма связанности, вот эта АЛЬФА, она зависит от того, как мы выберем АЛЬФА плюс ДПС. АЛЬФА плюс ДПС получается? Значит, получается АЛЬФА плюс ДПС. АЛЬФА... Для вот этого нового АЛЬФА это АЛЬФА плюс ДПС. Значит, мы убеждаемся, что... что форма связанности зависит, она зависит от выбора АЛЬФА плюс ДПС. Если он выберет другой АЛЬФА, будет другой. другой... другой... другая форма связанности. Вот. А форма кривизны при этом как получится? Давайте с волной. Оно будет равно ДАЛЬФА, правильно? от него уже не зависит. Значит, величина К является... вариант на путь зеленой. первый пункт доказан. Согласен, да? Ну все, это все относится к абстрактной поверхности. Ну а теперь давайте рассматривать поверхность размером пространства. теперь у нас для поверхности ВАЛЬФА. у нас в каждой точке имеется аккономированный репер, который приводится к этому базису. один фон. и еще он дополняется до полного репера в трёхмерном пространстве. Это мы добавляем еще вектор нормальный, изличный вектор нормальный. Получается аккономерный репер, который меняется от точки в точке. Да, это ВАЭС двойственное, что вот этому. Умитая, отъезжитая, хронитая. Мы слипались в катательном пространстве. И давайте теперь проповедную вещь, мы уже с вами почти что это уже выяснили. Давайте я подведу итог, так называемые, запишу, деривационные формулы. А именно, эти все поля, которые лежат, которые в точках, приводны в точках поверхности. Значит, здесь Е1, Е2 касаются, он нормальный, но тем не менее это всё такие поля, скатательные векторов в обеющем пространстве, но приводны в точках поверхности. Их, они представляются столбцом из трёх векторов, из трёх компонентов в обеющем пространстве, зависящих от точки поверхности. Поэтому их можно прям покомпонентно дифференцировать, как вектор функции вдоль векторных полей на поверхности. И вот давайте посмотрим, как их дифференцировать. Вдоль произвольного векторного поля на поверхности можно их дифференцировать. Значит, пускай Кси в касательное поле, в векторное поле, а соответственно Е1, Е2 тоже касательные, а Н нормальные. Но тем не менее мы их можем всех по компонентам дифференцировать. И мы сейчас подытожим, запишем, что же эти производные означают. Значит, давайте сначала дифференцировать Е1, Е2. У этой покомпонентной производной имеется касательная нормальная составляющая. Давайте эту производную разложим на две компоненты, касательный и нормальный вектор. И теперь напомните мне, чему равна касательная составляющая. Ну да, вот. Касательная составляющая это ковариантная производная, правильно? А мы с вами знаем, что ковариантная производная уже выражается через древнему метрику, у нас дает вот этой формулы связанность. Это мы с вами в прошлый раз обсуждали. Это, она пропорциональна Е2 с костентом альфа. И, соответственно, здесь стоит, я только вот так вот написал. Это пока я тут касательную составляющую написал. И еще нормальная составляющая. А что такое нормальная составляющая? Вторая квадатичная форма. Значит, действительно, мы сами гейты это на один раз продифференцировали радиус вектор, а теперь мы его еще раз продифференцировали вдоль первого направления, а теперь мы его продифференцировали вдоль направления ХС. Значит, это точность определения второй квадратичной формы. Почему я вторая квадратичная форма? Это радиус вектором направления, это уже в поле. Ну, про вектор на поле как правило, у нас уже есть дифференциальный аппарат, но потом мы продолжим дифференцировать. Значит, я сначала запишу, а потом еще на это поставить и вы победите. Соответственно, Си Д2 Значит, нужно еще раз как определять вторая квадратичная форма? Мы берем Ну, это дифференцирование два дифференцирования от уплавления к левой подборенности Ну, да Значит, получается, что у нас H H у нас получается то, что у нас два есть вот так H 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 Это как раз столбец из трех компонент, который получается дифференцированием радиосвекторов по житой переменной. Но он изображается здесь в качестве, не в координатном базисе, в касательном пространстве, а как раз в базисе Е1-Е2 отступаем. Вот, и Е1-Е2 рассматривали именно как столбец, а мы как раз вот здесь и приставим. Только то же самое, только мы берем, как на базисе, а в базисе Е1-Е1. То есть Е1-Е1 можно рассматривать как касательный вектор поверхности, тогда он линейная комбинация ДПУ-1, ДПУ-2. А можно рассматривать как столбец в трехмерном пространстве, тогда он как раз уже является соответствующими комбинациями ДПУ-1. Столбец соответственно дифференцированный вдоль него же, да. Вот, а что здесь стоит? Теперь, значит, последнее, что можно понять, что вот здесь стоит. А здесь вот что стоит. Значит, заметим такую вещь, что наш базис нормированный. Отсюда следует, что когда мы будем дифференцировать его, то матрица соответствующая будет кососимметрической. Возьмем это N, его же обозначим D3. то тогда получается, что это стоит коэффициент при Ежитом. От производной Ежитом. А это коэффициент при Ежитом от производной Ежитом. Они противоположны. Матрица здесь получается кососимметрическая. Так что здесь стоит то же самое, что здесь, только с ознакомым минус. Минус H от Кси Е1 Е1 минус H от Кси Е2 Е2. Последняя строчка еще имеет вот такую интерпретацию. Что такое производная от этого N? Если вы решали листочки предыдущего занятия, там часть листочков была посвящена так называемой отображению Гаусса. У нас есть отображение Гаусса, сопоставляющее точки в вектор единичной нормали. То есть вот этот N, давящий от точки, G от Х равняется N в точке. как раз Х, он принадлежит в единичной сфере. У нас есть G, это отображение из поверхности в единичную сферу. Это отображение приводит касательную плоскость, в точке N к сфере. Но, поскольку получается, что у нас вектор этот единичный вектор, если мы возьмем единичный вектор и принесем начало координат, то получается, что касательная плоскость к поверхности и касательная плоскость к сфере, они параллельны. Потому что и та, и другая перпендикулярны этому вектору N. Правильно? Поэтому их можно отодрешить. Эти две плоскости, они между собой параллельны, поэтому можно их отобрести при помощи, ну, обычного параллельного переноса в трехмерном пространстве. которая отодрешивается со касательной плоскостью сферной поверхностью. Поэтому получается, что производные отображения Гарса действуют со знаком минусом, взятый оператор, который, в основном, будет самой касательной плоскости. Вот то, что здесь написано, эти формулы, они говорят, что это и есть производное отображение Гарса, что она сдается второй квадратичной формы. Более формально можно так сказать, что производное отображение Гарса это со знаком минус, взятый оператор, который соответствует как раз второй квадратичной форме, где оператор. Входя никуда он вектор из касательного пространства приводит, а где у нас тут образ вектор из касательного пространства? Ну вот, значит, он приводит вектор Кси, приводит вот в этот вектор. Кси касательный вектор, он его приводит вот сюда. Такую линейную комбинацию. Вот я тут... Он приводит дифференциал вдоль самого себя? Почему мы считаем, что нам нужно и ЕКГА прям в вашу сверху применить к рекламу получить? Почему вот такая вот форма? Вот... Производное это означает, что мы начинаем и начинаем этот вектор дифференцировать по разным направлениям. Значит, если мы будем дифференцировать по разным направлениям, то получается различный результат здесь. Значит, у нас есть линейный оператор, который соответствует касательному вектору Кси вот этот результат производной, который записан здесь. Вот правая часть, наша билинейная форма, правая часть, она зависит от Кси линейной. Правая часть, значит, получается линейный оператор из касательного пространства в касательный который вверх расчета поставляет вот такую комбинацию в правой части не на оператор почему я думаю такой же просчет дает нам производное отображение из СВ2 из А? у нас есть Ж, это из СВ2 отображение это из СВ2 отображение касательных пространств ну правильно чтобы его посчитать, нужно посчитать на вопрос с веклом ну вот это, как сказать это строчный выписал из условий холстометричности это его только интерпретирует таким образом когда мы дифференцируем вектор нормали то результат автоматически лежит в касательном пространстве то есть у нас производное Гауссово отображение это вот здесь и написано что производное Гауссово отображение примененное к Веатру Кси дает вот такую комбинацию касательных векторов я только интерпретирую это равенство и означает вот эти соотношения это такой оператор связанный с того, второй квадратичной формой значит это вот этот оператор, который сдает вот эту квадратичную форму здесь еще можно букву Ж применить наверное уже не будет применять я могу ее писать это скалярное произведение, которое соответствует первой квадратичной форме ну значит вот это и есть такой вектор чтобы узнать его компонент вот этот у этого вектора узнали коэффициенты при Е1 и Е2 нужно поставить вместо Кси Е1 и Е2 ну да, нужно поставить Е1 и Е2 нужно же, получается, что коэффициент при Е1 скалярное произведение с Е1 и коэффициент при Е2 скалярное произведение с Е2 вот это дает ответ на задачу того листочка что производное отображение Гаусса фактически сдается матрицей второй квадратичной формы матрицей второй квадратичной формы ну правда взятой с однако минус у меня в частности гауссовая кривизна это определитель гауссовая кривизна это определитель производное отображение Гаусса но тем не менее это только лишь интерпретация этого равенства но мне важно само это равенство по себе спросите, а вот почему гауссовая кривизна там было ранее вы сейчас сделали почему оно явно с H маленьким H большим это определение сейчас H от H кси это H от кси это это определение H самосопряжённый оператор связанных с квадратичной формы но в линейной алгебре вы знаете что симметричная матрица а ниже самосопряжённая матрица самосопряжённый оператор это то же самое что билинейная симметричная форма это я здесь и написал это определение этого оператора H почему же же со звёздочкой это имеется ну 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 по вашему это все же со звёздочкой вот есть атом ну вот вот этот H он так определяется что H от E это что это такое это это вектор который коэссиент при Ежитом при Ежитом равняется H Ежитом и Ежитом правильно но получается H от Еитая получается ну вот то что написано H H маленькая от Еитая Е1 на Е1 то есть при Е1 будет вот таким а то есть при Е2 будет соответственно H Е2 Е2 то есть таким же таким же ну и это верно для любого в качестве Е это может положить Е1 Е2 а также их произвольную на комбинацию как вот H от Кси H от Кси Е1 и H от Кси Е2 Е2 от Кси а здесь то же самое взятое со знаки минус все опять же я это не использую это просто интерпретация так хорошо эти диверсионные формулы они обладают этим свойством что поскольку это просто по-другому записанные записанные в специальной памяти просто обычная стандартная покомпонежная производная столбца из трех координат а раз так выполняется свойство для производных функций а если мы прокоммутируем производные направления то получается производная по направлению коммутатора полей такое свойство оно выполняется для первых компонентов для вторых для третьих это определение фактически коммутатора вертольных полей коммутатора вертольных полей референциальный оператор который получается коммутированием производных по направлению этих двух полей в обе на в в в в в в в в и сделаем такое упражнение применить обе части к е1 и посмотреть на коэффициент коэффициент 3 е2 почему это нужно сделать почему именно именно этот коэффициент нужно выхватывать из этого равенства сейчас пока не видно но это поверьте мне на слово что нужно так сделать а потом в процессе курса будет понятно почему именно эти коэффициенты нужно выхватывать но пока вот делаем именно так возьмем примениваем обе части к е1 с помощью деливационных формул и вытескиваем коэффициент при е2 давайте смотрите что получается ну просто мне так хочется да мы получим отреторбиство оно окажется равным этому правенству ну давайте значит что у нас применяем с е1 начинаем с е1 потом применяем производный по е2 получается альфа от кси альфа от кси альфа от е2 е1 е2 плюс а от е1 е2 а е1 а а а а е1 а направление дифференцирование е2 а здесь е1 и n давайте напишу h21 е1 дальше мы применяем производный зорь е1 от е1 получается производная по правилу е1 применяем получается производная до е1 альфа е2 е2 еще одна слагаемая которая получается вариантно-производная от е2 но она ортогональнее е2 поэтому она не участвует плюс слагаемые которые не дают вкладку ксм при е2 и вот это мы дифференцируем значит мы дифференцируем ксм получать слагаемое нормальное которое не дает вкладку стенд при е2 и еще производная от n плюс минус h21 производная от n в направлении е1 производная от n в направлении е1 это вот этот h1 2 h1 2 а сколько у то дает вкладку коэффициент при е2 и все остальные слагаемые которые дают вкладку коэффициент при е1 и m но аналогично давайте второй посчитаем а нет что мы считаем этот слагаемое сначала мы дифференцируем вдоль е1 что у нас получилось если по дифференцируем вдоль е1 альфа альфа ну давайте да больше так оно и получится нет ну нужно понять какое это почему у нас предыдущих у нас получилось мы у нас не у нас у нас у нас вот минус вот минус у нас будет сейчас нет мы дифференцируем е1 мы n дифференцируем всего е1 в направлении е1 дифференцируем m в качестве f выступает е1 а коэффициентом мы создим как за тем слагаемом который содержит е2 вот и дифференцируем е2 получается это d е2 альфа е1 минус h d1 и h 2 2 m е2 е2 а не это не е2 а наоборот е2 е2 и плюс вагамы которые е2 октагональны Давайте все соберем вместе Д, Е1, альфа1, альфа от Е2, альфа І2, минус H2, один, А1,1,2, минус Д, Е2, альфа Е1, плюс H1,1,H2,2 И это равняется вот этой производной, которая получается коэффициент при Е2 от производной Е1, это альфа от коммутатора Е1-Е2. И что у нас получается? Мы вот это применяем к Е1, согласно деролюционной формулы смотрим коэффициент при Е2. То, что коммутатор Е1-Е2, это означает, что вот эти деференциалы отлично от нуля. Мы говорили, что на самом деле у нас где-то уже вычисляли, что коммутатор Е1-Е2, Е1-Е2, это минус альфа-1 Е1, минус альфа-2 Е2. Но в данном случае что тут написано? Вот такая комбинация, что это такое? ДЕ1-Альфа-2, минус ДЕ2-Альфа-1, минус альфа-2 от коммутатора. Что это такое? Ну, из прошлого семестра. А, это... ДЕ2-ДЕ2, минус альфа-2. Да, это ДАльфа, это просто из прошлого семестра, это вариантное определение формы ДАльфа на паре векторов Е1-Е2. Вот, и у нас чему это равняется? Раз, два, один, альфа-1-2, альфа-1-1. Да. Ну, давайте я вот машину сюда принесу. А что это означает? Ну, то, что мы хотели. Да, то, что мы хотели. Справа стоит гауссовая кривизна из внешней геометрии, а слева стоит гауссовая кривизна из вот этой процедуры. А H, это же коэффициенты второй квадратичной формы? Да, да, первая квадратичная форма, значит, это H, это определить вторую квадратичную форму, а первую квадратичную форму у нас в нормальном боице единичной массы. А, определительно. Значит, вот это мы получили. Справа у нас гауссовая кривизна из внешней геометрии, а слева кривизна K из вот этого внутреннего вычисления. Сейчас это, то, что мы сейчас проделали, выглядит каким-то трюком и непонятным, немножко обманом. Но в дальнейшем смысл этих вычислений станет немножко более понятным, когда мы вернемся, давайте вернемся к этому вычислению, и когда у нас будет общее понятие связанности, вверхному рассвоению, оператор кривизны и так далее в самом общем виде, мы к этому вычислению вернемся. А когда вот трехмерная поверхность была бы, там, насколько сильно зависит от внешнего, как бы, ну, вот, как это вложено? Ну, то есть, насколько, ну, понятно, что произведение Лямб не определяет форму Ж, не форму, вот, метрикой, а вот, кроме того, если по-новому так же действовать, мы упремся во что? Мы все эти, на все эти вопросы, я смогу дать ответ, но у меня сейчас пока не хватает языка. Мы, давайте, примерно через пару лекций, на все эти вопросы мы сумеем очень легко отвечать. И смысл этих вычислений, и вот мы здесь, кстати говоря, только часть информации, часть информации извлекли из этого равенства, а если мы возьмем всю полную информацию, так называемое уравнение Петерсон и Кадакса, и они тоже просто говорят, грубо говоря, необходимые достаточно условия, когда первая-вторая квадратичная форма, когда две равные квадратичные формы на поверхности соответствуют первой-второй квадратичной форме некоторому вложению, ну, и аналогичные ответы можно, аналогичное утверждение для многомерных случаев про поверхности в многомерном среднем пространстве. То есть все это получается, но только чуть-чуть попозже все это мы немножко разобьем язык и на все эти вопросы будем давать пространство. Если у нас как бы кривизны совпали, это же, допустим, вот в окрестностях, двух как бы поверхностей, это же не значит, это же не гарантия еще, что можно изометрично отобразить вот хотя бы кусок одной, кусок другой достаточно? Двумерно, если в случае. Ну, в одну сторону. Ну, если кривизны совпали, там целая окрестностя. В смысле, я не галуссу. Ну, конечно, галуссу, да. Вот. Этого недостаточно? За измитричность и измитричность. А почему не должно быть? В общем, важно быть, да. Ну, не знаю. Магия, наверное, звучит. Нет. Мало. Ну, это, короче, в одну сторону только действует. Теперь они не совпали, то раз. Что с правительством? Это очень близко. Это, по-моему, где-то. То есть такое теперь у вас... А что вы знаете, галитрическое движение? Ну, то есть... А, подождите, подождите. Нет, не так. Давайте. Ну, у нас же галуссова кривизна – это функция. Да. Она меняется от точки к точке. Да. Ну, я и поэтому сказал бы кривизность. Да, значит, существует ли такое отображение поверхности в поверхность, которое приводит одну функцию в другую, а значит, одну галуссовую кривизну в другую, значит, насколько у нас большая свобода. У нас линию уровня должны переводить в линию уровня, да, вдоль линии уровня можно немножко так проскальзывать. Можно ли одну метрку перевести в другую, да? По-моему, я думаю, что да, но я сейчас прямо не готов. Но не по словам. Он не обязан household 20 сетей мертвецы. Нет. Если у нас, вот как, если отображение двух поверхностей переводит Гауссову кривизну в Гауссову, то оно не обязано Метлик переводить в Метлик. Но вопрос стоял немножко по-другому. Можно ли, тем не менее, это отображение, которое переводит одну кривизну в другую, так чуть-чуть легко подправит, чтобы она тоже по-другому переводила кривизну в Кривизну, а Метлик переводила в Метлицу. Вот на этот вопрос я сейчас поведен, я думаю, что да, там, по крайней мере, в случае общего положения, в общей точке, но не 100% уверен. Вот, доказательство, когда мы закончили, у меня есть, у этого доказательства есть одно интересное, ряд интересных следствий. В частности, вот такое следствие из первой части терема, следствие. Которое, кстати говоря, дает частный ответ на ваш вопрос. Пусть метрика называется плоской, если она, или Евхейдова, вернее, давайте не скажем, а он не плоская, а Евхейдова. Если она в какой-то системный координат, просто имеет вот такой вид. И тогда теорема, следствие, что уже Евхейдова, тогда только тогда, тогда Гауссур-Кривезнат, а звезд не равна нулю. Вот, давайте в этом частном случае я сейчас на ваш вопрос отвечу. Если Гауссур-Кривезнат на звезд не равна нулю, то можно подобрать так систему, как у нас, чтобы она была... при него принимала вот такой стандартный вид. Ну, действительно, если у нас в одну сторону очевидно, если у нас метрика вот такой вид имеет, то в качестве u1 можно взять dx, в качестве u2 можно взять dy, тогда у нас получается dy1, dy2 равна нулю, т.е. альфа, форма связанности в этой системе координат, 3-1 равна нулю, координатная производность совпадает, координатная производность совпадает по координатной производной, ну вот, и Гауссур-Кривезна очевидно равна нулю. Просто Кривезнат на языке равно нулю. Вот это. Давайте теперь в обратную сторону попробуем. Давайте в обратную сторону. Пускай у нас Кр равна нулю, давайте построим систему координат. Ну, будем в соответствии с этими действиями, в соответствии с этим алгоритмом действовать, и у нас получится сначала на первом шаге мы выделим полный квадрат, но пока еще нам, может быть, не очень повезет. У нас при выборе, это мы случайным образом выберем от нормированной базы, то еще не факт, что О1 и О2 являются дифференциальной функцией. Но что мы хотим сделать? Мы хотим, начиная с этого бойца, перейти к новому бойцу, который получается поворотом из него на угол Кси, такие, что получается из этого поворотом, но так, чтобы в новой базе был полными дифференциалами, такие, что О1 с волной равно нулю, и ДО2 с волной равно нулю. Тогда О1 с волной и О2 с волной являются дифференциалами функции, и как раз осуществляется как значимый. Нервное условие означает, что в новом повернутом базисе форма связности нулевая. Почему мы можем так сделать? Мы это хотим сделать. Тогда. А давайте посмотрим, как получается форма связности, какая у нас форма связанности. Это доказательство. Начало сегодняшней лекции. Альфа плюс ДПС. Альфа с волной это Альфа плюс ДПС. А все как раз у другого поворота, да? Угу. Ну теперь, если Х соответственно равно нулю, то следовательно до Альфа равно нулю. Ну и следовательно мы можем остановить. Сейчас. А? Ну там может такая равно нулю. А там. Угу. Альфа плюс ДПС. Теперь отсюда следует существует Си такая, что для Си равняется минус Альфа. Ну, минус Альфа является 2, это форма института, но нет, она является точной. Кстати, у нас же находится висковое исполнение отверженности О3? Ну, это локально, локально. А. В ответственности в ответственности каждой точки. Значит, так форма замкнута, значит, что у нее есть тревообразная. Вычислим эту тревообразную. Повернем репер В1У2 на этот угол Пси, получаем новый репер В1У2. для него будет автоматически выполняться вот это условие, поэтому они будут автоматически экстрементированы, экстрементированы. Ну, вот и все. Значит, следовательно. Сейчас, то есть вот В1У2, они будут доить соберение? Да, да. Давайте рассмотрим пример. Посмотрим такую форму, такую метрику. g равняется dx в квадрате плюс x в квадрате dx в квадрате Задача Доказать, что эта метрика ескридова и найти ескридовую координацию. Кто хорошо учился кто хорошо учился на прошлом занятии, тот сумеет решить эту задачу методом угадывания. Сейчас, что можно делать? Доказать, что эта метрика ескридова и найти ескридовую координацию. Кто хорошо учился на прошлом занятии, те смогут просто угадать, как их найти. А сейчас мы их сделаем по-другому. Мы их установим. По-честному исходя из этого алгоритма. Доказать, что метрика ескридова и найти ескридовую координацию. Давайте действовать по-честному, как у нас учили. поднем у1 равняется dx, у2 равняется dx dy, правильно? Да. Тогда у нас что получается? ДО1 равняется 0, то есть альфа 1 равна 0. ДО2 равняется dx dy. Значит у нас получается, что альфа 2 равняется единице на x, правильно? Сигма у1 равняется, альфа 2 равняется dx dy. Ну и когда формула альфа получается? Вон, все тут все записано. Получается альфа равняется y. Значит, на какую руку можно поворачивать? Вот это вот. Пси чем равняется? Возиток. Это знака минус. Си равняется минус y. Значит у нас получается у1 с волной равняется косинус минус y у1 на у1 на dx. плюс синус минус y на у2 плюс dy. А у2 с волной, да. это, что у нас минус синус минус y dx плюс косинус минус y на x dy. Значит, это репер в один у2 с волной, в один у2 с волной, в один у2 с волной получен из этого репера в один у2 поворотом на угол Пси, которая есть минус y. Теперь с удивлением обнаруживаем, что эта форма является полным дифференциалом автоматически. Это чей дифференциал? x там на косинус. Нет, там y есть. Да. x косинус минус y. Ну, косинус минус y, давайте напишем это косинус y. x косинус y. А это чем уравняет тоже вдруг? С удивлением забором, что эта форма тоже является замкнута, и дифференциалом нуля она является чем-то синус у. x синус y. Вот. Значит, получается, что иклибовыми координатами сложат x косинус y, и y равняется x синус y. Вот. И наша метрика, это dx в квадрате, dx в квадрате. То есть, как это можно назвать? Ну, получается, что x маленькая или маленькая, это полярные координаты, на иклибовые плоскости. Если бы я написал, если бы я написал дыров в квадрате, плюс рост в квадрате, то он, конечно, должен догадать. Но если я написал в таком виде, то это догадать немножко сложнее. Ну всё, я думаю, что давайте я пока сегодня пораньше закончу почему-то. так сегодня было достаточно. Угу. Угу. Ну давайте, может быть, ещё раз уж всё время осталось, ещё раз я повторю одно из замечаний, которое у нас в прошлый раз было. что ещё одно следствие. Угу. Так вот следствие. Посмотрим область на поверхности, на римной поверхности, ограниченную некоторой кривой, пусть D это область ограничивающая, кривая пусть D гамма это кривая ограничивающая дик. Тогда проверили перенос вдоль кривой, вдоль этой границы, это, если мы обнесем касательный версор вдоль границы этой области, то это получается ортогональное преобразование, а именно поворот касательной плоскости на угол, которой правим интеграл по этому диску от формы звездной. Вот на ипидовой плоскости правильный перенос не зависит от пути, потому что если мы пойдем разными путями, то разница будет как раз нулевая. А на произвольной поверхности, если мы пойдем из одной точки к другой разными путями, то параллельный перенос будет отличаться как раз на интеграл кривизных по области, ограничивающие, ограничивые двумя дугами. Ну, действительно, пускай мы выполним все эти вычисления внутри этой области и предположим, что там в этой области у нас имеется, можем единообразным образом все это выбрать на обмерном базе с один форму, то есть вот эти все вычисления во всей области. Та ответность, в которой у нас определена форма 1 и 2, содержит этот диск, то есть эта форма связанности во всем диске определена, и тогда мы получаем, что условия к варианте постоянности, которые у нас уже много раз фигурировало в разных видах, альфа плюс декси, альфа плюс декси с гамма с точкой равна нулю. Вот. Оно вдоль границы решается, и у нас получается, что декси, поворотный, который мы повернулись, это как раз интеграл... Сейчас спросите, откуда у нас разница фиг с точкой плюс альфа с точкой равна нулю? Ну, условия к варианте постоянности. Ну, вот так было, как раз условия к варианте постоянности. Ну, вот, оно означает, что вот когда мы начинаем этот... Идем в эту систему к одиннаду, заборачиваем на репер... Ну, вот, вот это альфа плюс декси равняется нулю, это как раз мы... Это и есть условия к варианте постоянности этого реперва, один с волной, ну, два с волной. Но в евклиновом случае у нас эти реперы к варианту постоянной во всех направлениях, прям в целую окрестность. А здесь мы этот... 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 Варианты постоянности выписываем только вдоль кривой. Тут в направлении кривой. Поэтому, вообще говоря, во все области мы это не можем сделать, но вдоль кривой мы это можем сделать. Вот вторая с точкой то же самое, что первая? Да. А вторая? Что значит от гамма? В смысле, официальную вектору? Альфа и декси это один форма. А гамма с точкой касательно верхней границы. Вот, значит, это интеграл декси, это минус интеграл по гамма от альфа. А гамма у нас ограничивает поверхность, поэтому мы можем применять форму сокса. Минус интеграл уже по всей области от дифференциала альфа. А дифференциал альфа это форма кривизны. А если у нас метика сингулярна внутри этого диска, то форма будет, ну, так же корректна? Если метика имеет особенности, то нужно вообще говоря, эту формулу можно применять только тогда, когда метрика не имеет особенностей. Значит, если метрика имеет особенности, то формулу эту нужно использовать таким образом. Мы давайте будем наш путь, вдоль которого мы идем, деформировать. и пока мы его деформируем таким образом, что наш путь не задевает особенностей, то тогда изменение вот этой величины, изменение вот этого угла, оно будет меняться на интеграл между двумя кривыми. Вот если у нас вот есть один путь гамма-1 и гамма-2, и между ними есть область, это у, то тогда дельта в Си вдоль гамма-1 и вдоль гамма-2 это как раз интеграл, интеграл акции тревизны по вот этой области, так сказать, этим двумя кривыми. Вот. А в тот момент, когда мы проходим через особенности, происходит некоторый перескок. Перескок, он равен интегралу по бесконечно маленького петли вокруг этой особенности ручки. Вот. В частности, например, мы с вами уже обсуждали, как обносить вектор вокруг конуса, вокруг полы конуса. Возьмем конус, скажем, квадратичный, или какой-то другой. Он разворачивается в плоскость, поэтому на нем медлика и эвклидова. Поэтому, когда мы возьмем и обойдем вокруг этого конуса, то угол, на который повернется касательной плоскости, оно... Угол озер. А? Угол озер. Это можно посчитать в разверке, но главное, что этот угол не будет зависеть от того, по какой мы кривой обойдем. потому что, когда мы будем ходить по разным путям, у нас получится отличие на ноль. Потому что кривизна все равно ноль. у него. Ну вот. Значит, если мы на этот конус полой посмотрим сверху, то мы получаем медлику, которая всюду эвклидова, а вот в этой точке у нее будет особенность. Поэтому этот угол можно посчитать собой добавочным. А? Собственно, и до этого вроде как он плоский, а угол проворачивает. А угол, да. Получается, что, да, что... Можно так сказать еще, что кривизны в этом месте такая функция. Вот это интеграл, поворот, интеграл от этой кривизны в этой точке равен углу, на которой повернется плоскость касательная по маленькой окружности вокруг этой особой точки. Можно еще такой вопрос. На прошлой лекции мы говорили про главные направления. А может быть такой случай, когда главные направления будут не ортогональны? Нет, они всегда ортогональны. Они всегда ортогональны, потому что у самого сопряженного оператора собственные направления всегда ортогональны. Единственный случай бывает, когда главные кривизны совпадают. Тогда оператор соответствующий просто диагональны и все направления главные. Они не вычисляются. Такая точка называется амбелической. Амбелическая точка на поверхности такая, в которой главные кривизны совпадают. И соответственно в этой точке имеется поле... У нас есть поле кресть, в этой точке поле кресть имеет особенности. Давайте я, скажем, лекцию закончил, а сейчас я вам немножко голову поморочу. Вот на этого товарища, понимаете, он задал вопрос, а я не могу надержаться, чтобы на него не ответить содержательно. Значит, действительно, рассмотрим на поверхности поле крестиков главных кривизных. Такое значит у нас в поле, в каждой точке имеется два главных направления. Одно соответствует большему значению крестьянина, а другое меньшее. А теперь возьмем мобелическую точку, в ней это поле направления вырождается. Вот оказывается, что можно всем нарисовать картинки, как происходит это вырождение в типичных ситуациях. Я сейчас приведу некоторое количество примеров. Первый пример, как это может вырождаться, это примерно вот такая картинка. Я рисую два семейства автогональных кривых. Значит, в каждой точке у нас есть два главных направления. Одно вот такое и одно вот такое. Видите? То есть вот у нас в поле... На самом деле точке есть два направления. Одно соответствует, скажем, розовое соответствует большему значению кривизны, а белое соответствует меньшему значению кривизны. Это одна из возможных типичных картинок, которая возникает в ответственности амбилической точки. Теперь что происходит? Давайте возьмем и обойдем эту точку против часовой стрелки в положительном направлении. А у нас как бы и так, когда поменялось в этой точке? То есть поменялось как бы розовое на белое, и до этого они равны розовым. Нет. А, ну в этой точке, вот эта точка амбилической, это все направления главное. Ну да, чтобы они поменялись. Ну, аналитическое предложение, да, вдоль, это кривое, да. Значит, смотрите, что происходит. Когда мы войдем вокруг начала координатского положительного направления, то поле крестиков будет идти, в результате оно повернется до какой-то, сделает сколько-то оборотов. Это количество оборотов называется индексом, а по аналогии с индексом векторного поля Нужно посчитать, сколько оборотов сделает поле крестиков, когда мы войдем вокруг. А, это же та же самая, сколько сделает розовое, допустим. Ну, например, можно следить только за розовым. Вот прикиньте, сколько получается оборотов сделает. Вот мы следим вокруг дорожного направления. Вот мы идем, 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 идем. И следим только за тем, за концом ручки, сколько раз она повернется, сколько она оборотов сделала. Сколько оборотов? Она подпорола сверху? Ну, пачок, да, один. Ну-ка, один, да. Да, точно. Увидите, что поле крестиков сделала половина оборотов. Эти направления они развернулись. Вот, но это еще не одна, не все возможные ситуации. Есть еще ситуация такая, которая называется звезда. Сейчас я нарисую такое поле. Тоже я тут нарисовал эти самые интегральные траектории одного поля направлений и второго поля направлений. Кто? Они ортогональны друг другу. Мы выбираем любой из них. Одно отвечает большему теоретическому значению, другое отвечает меньшему пластическому. Вот, и здесь тоже, значит, это называется лемон, а это называется старт. Звезда. Вот, и какой же синдекс? Я знаю, если мы пойдем вдоль, то мы, ну, как бы, уйдем. Мы обойдем, мы должны обойти вокруг начала координат и следить за направлением каким-то. Следить, считать, сколько раз обернется. А, же все кривые на бесконечность. Да, кривые на бесконечность. Кривых вообще никаких нет, и сколько крестиков. Может, кружок вокруг дыточки. Ну, вот я вот, иду кривой и слежу за... Это я так условно нарисовал. На самом деле, никаких кривых нет, есть только поле треть. У меня тоже поле треть. Ну, вот здесь в каждой точке у нас есть два стокональных направлений. Это, в каждой точке, ну, вот так вот, чтобы визуализироваться. В каждой точке есть два стокональных направлений. А? Поэтому, потому что в цевольник пойдем. Ну, как угодно. Это... Количество оборотов не зависит от того, в каком маршруте мы пройдем, если один раз обойдет. Сейчас. На пинаши? Нет. А как он может на пинаши? Он, на самом деле, если мы начинаем с розового направления, то мы вернемся на розовое направление. Оно либо сохранит ориентацию, либо поменяет. Поэтому количество оборотов полуцелых. Ну, ладно, вторая направление. Ну, если вы посмотрите повнимательнее еще, то направление нужно еще следить за направлением вращения. Паретик, куда поворачивается, в каком направлении происходит. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Паретик, куда поворачивается? Паретик, куда поворачивается? Паретик, куда поворачивается? Ну, я свяжусь, чтобы он был касался розового направления. Вот я иду по кругу, в начало координат, и слезу за тем, чтобы он всегда касался розового направления. Вот в точке приложения. В точке приложения он должен касаться розового направления. Он типа должен из того, что он по часу возгрузится и до этого минус, да? Минус, да. Вот. А есть, на самом деле, это еще не все возможные картинки. Есть еще другая картинка, которая является своего рода конгломератом этих двух. Сейчас я попробую ее изобретать. Есть такие кучи суперотрезов. И второе направление, вторая картинка похожая. А, нет, извините, здесь не так. Что же мне писала? Вторая, соответственно, наоборот. Вот. Она, честно, напоминает и ту, и другую. И поэтому один мой знакомый, Ян Портоус, назвал эту конфигурацию по-французски. Монстр. Да? Это неопределенная артикль по-французски, да? Получается Монстр. Вот. И у нее индекс сейчас. Чему он равен индексу? Одна вторая. Одна вторая. Эти картинки, они как бы, если пошеведить, они разрушаются, да? Нет, они общего положения. Значит, соответствующая локальная теорема говорит, что на поверхности для метрики общего положения в отвертности амбилической точки она всегда будет один из этих трех способов. А теперь... Почему соответствуются эти картинки? Еще раз. У нас есть поверхность в трехмерном пространстве. В каждой точке с поверхностью есть пара направлений. Крестик в главных направлении. Вот он такой вид имеет. Есть еще амбилические точки. Ну, как-то оно располагается. В главных кримизме. Ну, где-то кроме поля, соответственно. Ну, это невероятное поле. В поле направлении, поскольку при отходе он ориентация меняется. Поэтому этот индекс полуцелый. Ну, а теперь выполняется теорема Эллера, что сумма индексов всех особых точек равняется Эллеру катеристике. В частности, отсюда вытекает, что если у нас на сфере медлика общего положения, то у нее должно быть, с учетом знаков, набраться индекс 2. То есть, по крайней мере, у нее должны быть 4 амбилические точки. Ну, или так. А на сфере разве главных кримизм не минус 1 на Эрхомер? Значит, на круглой сфере нету. На круглой сфере все точки амбилические. Ну, вот так. А если мы возьмем теперь сферическую медлику, пошевелим, приведем ее в общее положение. Она разрушится, если чуть-чуть. А, если мы чуть-чуть раздуем сферу. Вот, например, на стандартном квадратичном эллипсоиде ровно 4 амбилические точки вот такого. на квадратичном эллипсоиде 4 амбилические точки всегда. Если мы возьмем какую-то другую поверхность, ну, какую-то такую выпуклую поверхность гладкую, то на ней могут появиться и амбилические точки отрицательности индексов. Но это для метрики общего положения. Значит, получается такая теорема в следствии, что на выпуклой гладкой поверхности общего положения не меньше ни с четырех амбилических кусочек. Есть такая проблема, называется она, проблема Костель, Костель-Глова. Вот она так. – Посмотрите, а вот этот эллипсоид, он же на 4 как бы части, 4 куска разбивает. И разве на каждом... А, я помню, на каждой плодной, да? Там, значит, у эллипсоида есть... Нет, нет, там у него три взаимно ортогональных такие координатные плоскости. – Да. И... – Вот на эллипсе обычном они же... – Сейчас, что я не забрал. – Значит, вот у эллипсоида есть три плоскости симметрии, координатной плоскости. – Вот нужно брать ту из них, которая соответствует наибольшему и наименьшему. – А, да-да-да-да. – И вот на этой, значит, это самая длинная плоскость, это самая короткая плоскость, и еще в этом направлении будет. – Амберические точки находятся где-то вот здесь, вот. Они... Вот. И дальше вопрос. Если мы рассмотрим теперь гладкую поверхность, но не общего положения, в которое часть из этих амберических точек может слиться. – Вот вопрос такой. – Существует ли такое вложение поверхности в трехмерное пространство, при которой все четыре амберические точки светлись, у нее только одна амберическая точка, пускай сильно вырастена. – Значит, гипотеза утверждает, что такого никогда не бывает. не существует поверхности в трехмерном пространстве с выродиной такой, в которой только одна амберическая точка и, ну, соответственно, индекса два. В этой гипотезе имеется даже... она до сих пор не решена, хотя она, в общем, уже давно... – И индекса два имеет значение, что она как сфера, да? – Нет. – Сума индекса всегда равна двума, поэтому если она одна, то она сама в себе имеет индекс два. – Да, и есть, что мой индекс равный. – Что мой индекс равный или три в корички. – Но она как бы, как сфера, то есть, гомеоморсная сфера – это штука. – Да, выпуклая, гладкая поверхность. – Выпуклая, гладкая поверхность. Мы же речь идет о внешней геометрии, это главный гризис, а не одно из внешней геометрии. ну вот, значит, даже можно переформулировать задачу таким образом пускай у нас есть кусочек локальной выпуклой поверхности на которой может быть такой кусочек локальной выпуклой поверхности у которой начало координат является амберической точкой, изолированной а в окрестности начало как над поле главных кривезм уже образует поле крестиков и так, чтобы этот был индекс равен двум вот такая даже локальная задачка существует ли такая поверхность выпуклая, заданная в очень-очень маленькой окрестности точки так, чтобы поле главных крестиков в окрестности начала 15 имело индекс двум и даже в таком виде гипотеза подождите, а вот я просто не совсем понимаю не каждому получается поле крестиков соответствует какая-то метрика, в которой это там значит, не каждому, да? не каждому, да? вот в этом состоит, как-то у вас вы топологически как-то задали поле крестиков вы пытаетесь... проинтерное поле с индексом 2 возьмем но у него, получается, может не быть этого ну, значит, вот если возьмете поле индексом 2, ему астагональное дополнение вот такую штуку вы пытаетесь реализовать в качестве поле главных кривизм какого-то вложения это уже такая непростая задача и вот оказывается, что это, значит, нельзя гипотез говорит, что этого нельзя сделать например, эта гипотеза в настоящее время доказана в предположении, что поверхность аналитическая если поверхность аналитическая, то такого нельзя сделать а вот зазор между аналитической и бесконечно гладкой кажется такой узенький, что довести доказательства до конца не удается вот такая довольно... но аналитически там сложно, там же нельзя... аналитически, аналитически означает, ну, грубо говоря, многочлены полемиальные так нельзя реализовать это такое... среди полемиальных поверхностей такое точно не реализуется вот, а так, а на сфере, конечно, есть поле... поле... векторное поле, которое имеет только одну особую точку индекса 2 вот, но так, чтобы это было... чтобы это все реализовывалось в главном направлении пьем это не получается вот, это такой маленький расширенный ответ на ваш вопрос это не просто... ничего круто